Они не задерживают преступников и над их головами не свистят пули. Их задача доказать, что в кармане очередного задержанного наркодилера не зеленый чай или мука, а тот самый, что ни на есть опасный наркотик. Работу экспертам облегчает новейшее оборудование, в базе данных которого образцы десятков органических соединений. Мы проэкстрагировали. Вот у нас есть гранатомаз-спектрометр. Это очень хорошая вещь. Чем он хорош? Он определяет наркотики, сильные действующие вещества, психотропные, ядовитые вещества. То есть огромный перечень органических соединений. По итогам исследования эксперту остается лишь дать заключение, от которого в дальнейшем будет зависеть судьба задержанного. А уже в другом кабинете проводят тросологические исследования, определяют, сколько именно изъятого вещества задержанному принадлежит. Здесь буквально по кусочкам собирают, например, пакеты, в которых находились наркотики, или изоленту, которой они были перемотаны при расфасовке и закладке в тайники. Тут у нас была синяя, красная, желтая, белая. Необходимо было аккуратно размотать, чтобы сохранились концы. Потому что совмещение происходит по краям, грубо говоря. Потому что либо при разрыве, либо при разрезании могут остаться признаки, которые помогут идентифицировать. В данном случае видно, что есть какие-то края неровные, которые при совмещении с разных мест дают единую целую. Всего в экспертно-криминалистическом отделе областного управления наркоконтроля работают 20 человек. Из них 15 в Самаре, четверо в Тольятти и один в Отрадном. В их рядах исключительно профессионалы своего дела. Они работают по 13 направлениям экспертной деятельности, в числе которых фоноскопия, позволяющая определить голос подозреваемого. Все голоса, которые к нам поступают на экспертизу, они впоследствии заносятся в базу данных. Мы его прогоняя через базу данных, можем установить уже сразу, что это за лицо записано, даже не имея контрольных образцов голоса. Даже если меняется голос, все равно само произношение остается тем же. Всего за год использования технологии на учете в базе данных отдела накопилось уже 72 голоса, как на русском, так и на иностранных языках. Совсем скоро, говорят специалисты, на вооружение поступит новое оборудование, с помощью которого в целях раскрытия того или иного преступления удастся восстанавливать даже удаленную информацию с любого электронного носителя, в том числе телефона, которым при продаже наркотика пользуются наркодилеры. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.